Подземелье бесконечности Подземелье бесконечности Подземелье бесконечности Подземелье бесконечности Подземелье бесконечности Подземелье бесконечности После того, как вы нашли партнера, вы можете сложность немножко отрегулировать. Разницы между ними конкретно особой нет, кроме того, что чем выше сложность, тем сложнее противники. У каждого из противников в шестой сложности будет по два усиления. Как только мы решили все организационные вопросы с поиском противника, выбором команды, мы заходим в первую комнату. В комнате из себя представляют задания, в котором находятся четыре дорожки, по две дорожки на каждого партнера. В первом ряду противников находятся четыре чемпиона, два из которых по каждой паре усиливают мини-босса каждого из ваших партнеров. Учитывая состав команды партнера и учитывая, какие усиления висят на его мини-боссе, вы должны будете выбрать один из этих двух усилений и убрать. Как только это происходит, мы проходим дальше. Как только мы это сделали, мы подходим к мини-боссу. Убийство каждого мини-босса ослабляет босса в комнате, добавляя ему дополнительное усиление. Первое, вызывает дегенерацию ваших чемпионов 3% в секунду. Второе, позволяет вашим чемпионам восстанавливать здоровье в зависимости от нанесенного противнику урона. Убив двоих мини-боссов, вы себе облегчаете задачу в прохождении этой комнаты. Еще немаловажен тот факт, что в каждой комнате действуют ограничения по времени. У игроков есть всего лишь 12,5 минут, чтобы пройти задание. Расчет простой. Ориентировочные 3 минуты на каждый бой, плюс время на координацию действий и прохождение по веточке. Ограничений по длительности боя в этом задании нет. Противники в комнате бесконечности выбираются случайным образом из всех игровых чемпионов. Левая и правая половина карты как раз таки поделены на классы. А босс выбирается случайным образом из одного из этих выбранных классов. В подземелье бесконечности, так как это кооперативный режим, существует чат. Но он немножко отличается от привычного нам чата. Нам не нужно будет писать какие-либо сообщения. Там уже будет набор готовых текстовых команд, которыми мы можем быстро и емко объяснить нашему партнеру, что нужно делать или что вы хотите сделать. Ну что ж, мы с нашим партнером уже прошли комнату. У нас у обойки свободное время и мы можем продолжить нашу серию. В серии подземелье бесконечности означает последовательное прохождение комнат вплоть до того момента, когда вы захотите по какой-либо причине прекратить ее. Каждое последующее прохождение в серии увеличивает сложность задания с первой по шестую, а уже после шестой противники просто будут увеличивать свои показатели атаки и здоровья. Если вы можете длиться очень долго и вы попадете в N большое количество комнат, то вы сможете встретить противника в равных по силе чемпионам в лабиринте легенд. Но здесь есть один небольшой нюанс. Чемпионы переходят из задания в задание с таким же самым состоянием, то есть с таким же количеством здоровья. Это же касается и постоянных зарядов, таких как у Марнинг Стар, Мефисто, Модока и других. Но лечить ваших чемпионов вы можете с помощью специальных зелий, которые будут также доступны во время проведения этого задания. Мы проходим дальше, у нас предстоит выбор. Мы можем либо закончить эту сессию и получить определенное количество очков, либо продолжить и получить еще большее при ее завершении. Ну и соответственно мы также получаем эти очки при завершении каждой комнаты. Эти очки идут в ежедневный зачет наград за этапы в этом событии. Ну в принципе дальше уже ничего сильно не отличается от предыдущего прохода. Мы также само кооперируемся с нашим партнером, выбираем какую дорожку каждый из нас пройдет, выбираем усиление, которое снимать на мини-боссе, убиваем босса и проходим дальше. Чем больше мы проходим комнат, тем больше мы получаем очков, которые дают в зачет ежедневных наград за этапы. Эти награды за этапы позволяют нам получить золото, пыль бесконечности и темный артефакт. Также за каждое завершение комнаты мы получаем золото. Пройдя определенное количество комнат, мы завершили все награды за этапы. И больше, кроме наград золотом за прохождение комнаты, мы не получим. Соответственно для тех игроков, кто хочет получить как можно больше золота, они могут продолжить свою сессию с этим же партнером или с каким-либо другим. Чемпионы, которых вы можете использовать в подземелье бесконечности, не ограничены тем, что они могут находиться на заданиях, заданиях союза или вольных союзов или даже на аренах. Единственное ограничение, оно аналогично аренам. У каждого из этого чемпиона есть выносливость, которая восстанавливается с течением времени. Чем выше категория чемпиона, тем дольше восстанавливается выносливость. Выносливость чемпиона в высокой категории можно восстановить с помощью единиц. Отчет восстановления выносливости идет после того, как вы и ваш партнер завершаете сессию. В наградах за этапы, как ранее упоминялось, есть темные артефакты, которые можно тратить на покупку кристаллов. Кристаллы эти определенные, их всего 18 штук, по 6 видов на каждую категорию, 3-звездочные, 4-звездочные и 5-звездочные. Состав этих кристаллов также саморазличается, их всего 2. То есть получается по 3 кристалла на каждую категорию, на каждый состав. Эти составы будут меняться каждую неделю и состоять будут из определенных чемпионов. После того, как вы завершили сессию, у вас будет возможность добавить вашего партнера в друзья, чтобы в дальнейшем уже не искать хорошего партнера для прохождения. Я надеюсь, что вам этот виртуальный тур понравился. А уже более подробную информацию, в том числе длительность и выносливость чемпионов, состав кристаллов и награды, вы можете уже посмотреть в статье анонса, которая находится по ссылке в описании к видео. На этом все. Всем удачи в игре. Пока!